На канал The Get поступил такой вопрос, как не впасть в искушение. Ну, собственно, об этом мы молимся в молитве Господней. Говорим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. То есть не дай нам искушение больше наших сил. Собственно, искушения, испытания, они неотвратимы, они бывают у каждого человека. И, наверное, в этом вопросе, как не впасть в искушение, имеется в виду, как не победиться искушением, как не ослабнуть в искушении, как преодолеть искушение, как выдержать тот экзамен, который нам предстоит. Ну, во-первых, хочется сказать, что не бывает искушения, которые Богом бы не попущены. Все искушения так или иначе Богом попущены. И можно по-разному реагировать на них. Можно, конечно, попытаться от Бога убежать, когда нам трудно, скорбно, убежать в какие-то свои чувства, занятия, отвлечься, рассеяться, переключиться на что-то другое, сделать все, что угодно, только не к Богу идти. А можно в искушениях прийти к Богу и устремиться к Богу, понимая, что от Его руки все, что Он попустил, что Он хочет, чтобы мы были совершения. И тогда будет уже молитва. Господи, помоги, Господи, спаси, Господи, поддержи, Господи, уразуми. Божий будет со мною. Тогда эти искушения мы обязательно преодолеем, потому что сила Божия будет с нами. Чтобы не пасть в искушения, чтобы преодолеть их, надо, безусловно, быть духовно бодрыми. То есть надо постоянно ожидая, знаете, как на войне. Вот человек, если он заснет, если часовой спит на посту, то приходит враг и пленит и любит его. Так и в искушениях. Если мы не будем бодрствовать в духовной жизни, если мы не будем ничего делать, если мы не будем с Богом, то приходит сила вражия и завладевает нами. И бывает так, что, когда человек бодрый, духовно бодрый, то враг все равно не оставляет его, а ходит вокруг и ищет, как бы добраться, как бы спровоцировать ту или иную страсть, как бы побольнее уколоть, какую стрелу пустить бы, как бы смутить, какой бы грех человека ввести. Когда человек чуть-чуть ослабляет свою душу, когда бодрости меньше, то враг ближе. Когда еще меньше, враг еще ближе. Когда человек совсем расслабляется, уже бесно брацается на такого человека и овладевает им. И человек становится таким одержимым своими страстями, грехами, впадает в огрех, уже не понимает, что с ним происходит и так далее. Поэтому так важно не терять духовного напряжения. Именно в духовном напряжении душа себя чувствует бодрой. Настроение духовное, радостное. Вот ты понимаешь, кто ты и что ты, для чего ты живешь, как тебе жить дальше, зная, что ты не один, что ты со Христом. И тогда искушение обязательно, как трудный экзамен, будет преодолено. Потому что быть со Христом, потому что иметь силу Божию в себе, потому что иметь ясный ум, потому что иметь верующее сердце, любящие Бога и людей, делает нас неизвимыми перед стрелами лукавого. И мы все преодолеем. И мы все перенесем. И победа будет за нами. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok